Это программа «Территория закона». Смотрите сегодня в выпуске. Незаконно выделил квартиру сотруднику. В отношении бывшего главы Шиловского городского поселения возбуждено уголовное дело. Трагедия в Рязани. Трехлетний ребенок выпал из окна. Оглашен приговор рязанцу, выстрелившему из травматического пистолета в голову посетительницы кафе. Еще один громкий скандал с участием чиновников. На этот раз речь не о Рязани. В Шиловскую администрацию с обыском пришли представители Следственного комитета. В отношении бывшего главы Шиловского городского поселения возбуждено уголовное дело. Бывшего главу подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый подписал сотрудникам договор социального найма жилого помещения. Предоставленные ему бессрочные владения и пользование двухэтажной квартиры общей площадью порядка 83 квадратных метров и кадастровой стоимостью более 1 миллиона 200 тысяч рублей в поселке Шилово было впоследствии им приватизировано. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке в настоящее время в рамках расследования уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и проверку версии о совершении подозреваемым других противоправных деяний. О кадровых изменениях. Сотрудникам линейного отдела транспортной полиции на неделе представили нового руководителя. Сергей Самойлов провел большой путь от сержантца полиции до заместителя начальника Елецкого линейного отдела. Какие изменения ждут рязанское подразделение после смены руководства? Расскажем далее. Сергей Самойлов получил удостоверение начальника рязанского линейного отдела МВД России на транспорте. Теперь на его плечах лежит управление отделом. Как сказал бывший руководитель, рязанский отдел всегда был авторитетом для других, а с 80-х годов не выходил из пятерки лучших. Сейчас звание нужно сохранить. Ваш коллектив отдела обладает прекрасным профессиональным ядром, грамотным, обученным. Вместе и только вместе мы сможем выполнить поставленные перед нами задачи. Задач много. Они разноплановые. Однако это не снимает с нас ответственность. Нового руководителя личному составу представил начальник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин. Он добавил, что кандидатура выбрана не случайно. С учетом его опыта богатого он работал и в патрульно-постовой службе, и в оперативных службах, и в обеспечивающих службах работал. То есть он достаточно знает весь пик тех задач, которые стоят перед линейным отделом. С точки зрения ротации кадров сейчас это практикуется, когда руководители, которые стоят в резерве, в управлении, также руководители, которые оканчивают Академию управления, а Сергей Александрович в прошлом году закончил Академию управления Министерством внутренних дел, они назначаются в различные регионы первыми лицами. Олег Калинкин добавил, что теперь нового начальника ждет знакомства с личным составом отделения и его историей. Нужно занимать лидирующие позиции. Задача в первую очередь связана с обеспечением правопорядка на транспорте, но и также повышение уровня доверия населения к работе. Профилактика правонарушений, также пропаганда здорового образа жизни среди сотрудников. Свою работу Сергей Самойлов планирует выстраивать на основе жизненного и трудового опыта. Тесная работа с ветеранским корпусом, совещание с личным составом и так далее. Новый начальник поделился мнением, что транспортная полиция это лицо города, ведь именно они встречают и провожают гостей, и в некой степени от их работы зависит, как туристы оценят саму Рязань. Будем высоко держать марку, добавил Сергей Самойлов. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Рязани. Трехлетний мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. Подробности трагедии в нашем сюжете. Рядом с домом лежат цветы и игрушка. О том, что здесь произошла трагедия, напоминает разве что пятно на асфальте. Его так и не убрали. Свидетелем произошедшего стала адвокат из палаты, расположенной на первом этаже. Это она увидела летящую москвитную сетку, а потом ребенка. Женщина, по словам коллег, после увиденного не смогла прийти в себя и не вышла на работу. В Рязанской области были случаи, когда из окон выпадали дети, и они оставались живы. Но здесь твердое покрытие в виде асфальта не оставило малышу никаких шансов. Скорую вызвали прохожие. Они же позвонили в следственный комитет. По словам следователя-криминалиста Олега Харина, приехав на улицу Маяковского, они увидели карету скорой помощи. Спасти ребенка врачи не смогли. Картину произошедшего удалось восстановить со слов родственников. Ребенок находился в комнате с мамой, пока 87-летняя неходящая прабабушка ее не позвала. Мать отвлеклась на просьбу бабушки. Ребенок остался вне поля зрения. Обнаружив пропажу, вышла она на помещение кухни. В кухне увидела открытое окно и все. То есть отсутствие москитной сетки. Посмотрела вниз, обнаружила, что ребенок упал. Мать выбежала босиком, но уже, соответственно, шансов спастись ребенка было никаких. Мама воспитывала ребенка одна, с отцом, уроженцем Украина. Она в разводе. Семья жила в съемной квартире, собираясь покупать свою. В данном случае устанавливается, при каких обстоятельствах он вообще выпал, сам ли открыл окно, либо нет. Поскольку мать находится в крайне психотравмирующем состоянии. Поэтому конструктивная диалога первоначально была недоступна. Следователи по факту с учившегося проведут проверку. Кроме того, они обращаются к родителям и напоминают. Внимательность и соблюдение элементарных мер предосторожности позволят избежать трагедии и сохранить жизнь и здоровье ребенка. Тактика специальное учение провели в Рязанской области. Его цель – отработка взаимодействия силовых структур, органов власти, других организаций при проведении контртеррористической операции на гидротехническом объекте. По сценарию учений, группа вооруженных преступников захватила речной теплоход. Согласно плану учений, в 8.30 утра группа вооруженных преступников напала на стоящую пристани села Константинова прогулочный теплоход. После этого он начал движение в сторону областного центра. В ходе телефонных переговоров злоумышленники потребовали доставить в Рязанский речной порт группу осужденных за преступления террористического характера. Их хотели обменять на заложников. Вскоре захваченное речное судно подошло к шлюзовой камере гидроузла «Кузьминск». Террористы выдвинули требование обеспечить беспрепятственное шлюзование и пропуск теплохода для дальнейшего следования по реке Ака. От ведения переговоров они отказались. Во время пропуска захваченного речного судна в шлюз плотины проведено боевое мероприятие, в результате которого преступники были нейтрализованы. После этого ликвидировали очаг загорания и разминировали объект. Заложники были освобождены. Пострадавшим оказана медицинская помощь и организована доставка в Рыбновскую районную больницу. Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона. В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Рязанского гарнизона, правительства Рязанской области и администрации Рыбновского района, а также сотрудники гидроузла «Кузьминск». Прокуратура провела проверку в инфекционном отделении 10-й Рязанской больницы после того, как пациентка пожаловалась на состояние палаты. По факту нарушений, пять должностных лиц получили выговоры. По решению Роспотребнадзора лечебное учреждение оплатит штраф в 10 тысяч рублей. Эти кадры сняты в одном из инфекционных боксов. Мама, попавшая в больницу, пришла в ужас от того, в каких условиях проходит лечение. Прокуратура после того, как этот ролик появился в интернете, начала проверку в 10-й больнице. Выясное место показал, в ненадлежащем состоянии находятся 8-я и 9-я палаты. В ходе проведенной проверки нарушения требований санитарной и патемиологической законодательства подтвердились. Были обнаружены дефекты внутренней отделкой поверхности стен, пола, конструкции оконных рам, что значительно снижает эффективность применения моющимися и дезинфицирующими средствами при поведении текучих и генеральных уборов. Следы протечек, поражения гриппом. В палате карантинного бокса имелись видимые загрязнения на столе, кроватях, на беззараживающем приборах. В больнице на жалобу отреагировали, начали проводить косметический ремонт. Маму перевели в другую палату. В связи с выявленными нарушениями прокуратуры района в адрес ГБУ и РОГКБ номер 10 внесено представление об отстранении нарушений законодательства об охране здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам рассмотрения которого виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Как отметили в региональном Минздраве, работы в больнице проводятся по плану. Уже привели в порядок акушерский стационар. Продолжаются работы в терапевтическом, гинекологическом, физиотерапевтическом, неврологическом отделениях поликлиники и боксах детского инфекционного отделения. Жительница областного центра предстанет перед судом за убийство сожителя. Во время распития алкоголя они поссорились. Женщина схватилась за нож. Нанесенная рана оказалась смертельной. Компания выпивала в квартире. Застолье затянулось. Утром, когда закончилось спиртное, мужчины пошли в магазин. В квартире оставались подозреваемые. Ее сожители, его друг, они поссорились. Чего ты так с моим другом разговариваешь? И вот у нас получился конфликт. В чем он выражался? Выражался. Ну как происходил конфликт? Какие действия? В форме он начал. Я говорю, почему ты его защищаешь? Я говорю, почему ты так со мной? И он начал соткнись, какие слова говорить. Схватил меня, дала пить, душить. Женщина вырвалась и пошла на кухню. Там на столе лежал нож. С этим ножом она решила вернуться в комнату. В дверях ее встречал сожитель. Он ударил ее еще раз. Он еще дальше пытается на меня поднять руку. Я еще до сих пор хотела как-то сделать. И попадаю ему вот сюда, в эту часть. Удар пришелся в артерию. Женщина и его друг пытались остановить кровь, но не смогли. Скоро мужчина скончался. После этого они только начали скорую вызывать. Но это все стремительно произошло. Небольшой промежуток времени скончался. Уголовное дело, предъявленное обвинение направлено в суд по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. Окончательное наказание определит суд. Убийство из ревности произошло в селе Листвянка Рязанского района. В одном из домов поселка обнаружили труп 52-летнего жителя с признаками насильственной смерти. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. Труп обнаружил сын погибшего. То есть он пришел на следующий день? Он на следующий день. Он искал отца, потому что отец сутки не выходил на связь. И нашел его вот в их дачном доме. Сами они жители города Рязани. Трагедия произошла вечером 15 июня. Между хозяином дома и двумя его знакомыми произошла ссора на почве ревности. В результате гости избили 52-летнего мужчину и скрылись с места происшествия. В настоящее время оба подозреваемых заключены под стражу в отношении них. Избраны меры пресечения данные. И им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного часть 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ. То есть умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Три года лишения свободы получил Рязани с выстрелившей в голову посетительницы кафе из травматического пистолета. Такой приговор вынесут. Расскажем, как развивались события. На часах было примерно 11. Он уже был пьян на видео с камеры. Видно, мужчина подходит к женщине и стреляет ей из травматического пистолета в висок. В ходе следствия было достоверно установлено, что обвиняемый, находясь в этом кафе, будучи в состоянии алкогольного опьянения, потерял свою сумку, которая находилась с ним. И посчитав, что принадлежащее ему имущество похищено, начал выяснять, где оно находится. Достал пистолет, начал пугать всех и посчитал, что его сумку украла именно она. На этом подвиги в состоянии алкогольного опьянения для подозреваемого не закончили. Другой день он выбил дверь соседям, совмечание которых его возмутило. На балконе разбил свое стекло, в результате чего осколки стекла полетели на балкон, расположенный внизу. В это время вышла соседка, сделала ему замечание, почувствовав себя оскорбленным, он спустился вниз, выбил дверь, зашел, так сказать, выяснить отношения. Как было установлено следствием, во время выстрелов в кафе 43-летний потерпевший были причинены телесные повреждения, не являющиеся опасными для жизни. Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Злостному неподвижщику алиментов вынесли приговор. Мужчина без уважительных причин не выплачивал деньги на содержание двоих несовершеннолетних детей. Службой судебных приставов в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Он должен был выплачивать одну третью часть от всех видов заработка и иных доходов ежемесячно, но этого не делал. В связи с неуплатой алиментов в январе его привлекли к административной ответственности и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Отбыв наказание, мужчина должных вывод для себя не сделал, долг не погасил. И как не выплачивал алименты, так и продолжал их не выплачивать. В итоге долг по алиментам на момент возбуждения уголовного дела составил порядка 160 тысяч рублей. Мужчина был признан виновным в злостном уклонении от уплаты алиментов и ему назначено наказание уголовное в виде исправительных работ сроком на 9 месяцев с удержанием из его заработка 10% доход государства. Это была программа «Территория закона». Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин